Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня с вами готовим очень простой пирог к чаю. Такой пирог можно готовить на неделе, чтобы у вас что-то было к кофе, к чаю на завтрак. Очень доступные ингредиенты, которые всегда найдутся у вас. Вот все очень просто. В чем и прелесть этого рецепта. Так, значит, что нам нужно? Мы возьмем с вами воду, возьмем сахар, растительное масло. Вот так перемешаем. Здесь у меня мука какао, пакетик разрыхлителя, добавим ванилин и размешаем. Вот так перемешиваем. И теперь нам надо только все это соединить. Вот так хорошо соединили все, вымесили. Так, что нам нужно дальше? Нам нужно любое варенье. Здесь у меня, я просто знаю, у меня тут 3 ложки сливового варенья, столовых ложки. Я сходила к маме. Подойдет любое густое варенье. Но мне вот больше всего нравится или с абрикосовым, или со сливой. Вот так вот перемешали. Что еще? А, сюда можно положить любые орехи. У меня же вот кунжут. Что-то такое ореховое нужно сюда. Грецкие орехи можно. Если есть возможность кунжут купить, можете кунжут купить. У него такой тоже ореховый вкус интересный. Все. Вымесили хорошо. Такое шоколадное у нас красивое тесто с вами получилось. Так, теперь что? Духовка у меня разогревается до 180 градусов. Я приготовила форму. Форма у меня 26 сантиметров. Но, смотрите, я буду выпекать не очень высокий такой пирог. Но, чтобы он был пошире. Потому что завтра я его возьму в воскресную школу, в храм. Чтобы побольше просто народу могло попробовать. Если вы хотите, чтобы он был повыше, попышнее, да, такой, то просто возьмите форму диаметром поменьше. Например, 22 сантиметра. 20-22, тогда он будет повыше у вас. Его даже можно будет разрезать пополам, чем-нибудь прослоить. И прям торт даже получится. Все, отправляем с вами в духовку. 180 градусов и до сухой зубочистки где-то 30-40 минут. 30 минут прошло. Пирог наш готов. Его нужно полностью остудить. После этого можно украсить. Например, растопить горький шоколад или темный сверху полить. И какими-нибудь ягодами. Можно просто посыпать сахарной пудрой. Можно какао. Все, что вы хотите. В общем, украшайте по вашему желанию. Не хотите, можно просто так оставить. Потому что это домашний пирог. Это мы делаем для себя. Сейчас вот так поближе вам его покажу. Он очень нежный. Поэтому его вот такой влажный, нежный. Его нужно перед тем, как нарезать, очень хорошо остудить.